Девушки отдыхают 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 Ну, давление было какое-то, не как вчера, но было. Ты на два года его младше, правильно же? Да. То есть, самый молодой здесь на турнире, получается? Ну, из мальчиков, да. Ты, кстати, перед турниром говорил, что там дословно сейчас мы воспроизводили в предыдущих эфирах твои слова, но ты дал понять, что ты как будто бы еще не готов. Ну, пока я не дорос играть. Не дорос, да, да, спасибо, сын. Да, 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 не дорос, но, типа, если это случится на турнире, будет классно, все равно это какой-то рост. Что ты имел в виду? Ну, наверное, то, что Ярослав уже все-таки сыграл разные высокие турниры, такие как юниорские шлема, получается, дошел в новом блондоне до финала, получается, престижный турнир сыграл. Орланд Горос выиграл. В паре, да. В 21-м году они выиграли юниорский Дэвис Кап, им дали карту, ему и Максиму Жукову на Кремлен Кап, получается, в квал. То есть, между опыта у Ярослава чуть больше на таких турнирах. Думаю, да, все-таки вкус. Просто так звучало, так как будто я недостоин пока. Встречаться с ним, но как же, ну, это как раз происходит вот в этот период, как раз с Амен. Как это вот сам опыт, несмотря на то, что все-таки закончил с поражением, тебя прокачивает? Мне кажется, все равно от этого турнира, то, что сыграл с Яриком самим, получается, уехал на турнир, как раз таки хотел с ним сыграть, получается, построить на свои силы, что смогу ему противопоставить. Первый матч тоже получается сыграть с таким давлением. Ну, очень хороший опыт. Егор, мы уважаем. Да, прости, пожалуйста. Смотри, по поводу атмосферы. Как раз я так поняла, что пока вы на центральном корте играли, все как раз с одной стороны непривычно, но с другой стороны как-то эта энергия помогала. А потом вот ты сказал, что вас перевели на другой корт, как-то атмосфера поменялась, и все тяжелее стало для тебя. Ну, с одной стороны, вроде на корте эмоций каких-то не показывал, но, получается, там выиграешь розыгрыш, тебе там, получается, захлопают зрители, пусть ты все это ощущаешь. Тебе нравится на такой арене, потому что, я так понимаю, опыта немного вот все-таки на таком корте играть. Ну, тут-то было приятно, так обычно мне больше приятнее играть без зрителей, например, как вот у нас переставили. Ну, да, да, внимания больше зато, наоборот. Никто там, получается, не смотрит, так, не хлопает, можно спокойно сыграть, да. А так, ну, все равно приятно очень, когда ты выигрываешь, и там, болельщики хлопают, там, тебя постоянно после каждого розыгрыша. Егор, мы очень любим наших юниоров. Мы все время с ними общаемся, записываем интервью, приглашаем в студии. Мы хотим, чтобы наши зрители с тобой тоже познакомились поближе. Можешь рассказать, где ты тренируешься, про свою команду, что ты будешь играть в следующем году, и какие все-таки планы на следующий год у тебя? Тренируюсь я в Москве, в Олимпийце, получается. В группе у нас несколько ребят, мальчики и девочки. Хожу, ну, пусть не постоянно из-за того, что уезжаю на турниры, а в следующем году планирую в начале года сыграть австралийскую серию, пусть там юниорский Австралия Open, и перед ним турнир, первая категория в Трелл-гоне. То есть Австралия нас с вами? Да. А скажи про команду, с кем ты ездишь по турнирам, родители ли вместе с тобой, или у тебя есть там персональный тренер, который не только в Олимпийце с тобой, но еще ездит? Со мной ездит папа, и папа, и тренер одновременно получится, на всех турнирах я с ним. А кто у тебя тренер? Папа. Папа? А, папа-тренер, я думала, и папа, и тренер, я не поняла, что. Папа в порядке, он как раз рядом стоит, шикарный тоже в форме. Папа смотрит наш эфир. Ты папа обыгрываешь еще, или записи уже? Ты папа обыгрываешь? Ну, давно не играли, но сейчас думаю обыграю. Не провели, просто с корзиней отрабатываем. Папа с самого детства с тобой, да? То есть, с самого начала. Просто знаешь, важный момент про рейтинг. То есть у нас же сейчас, получается, Ярослав переходит из юниоров уже, вот как освобождает первую строчку рейтинга, и ты станешь... Освободил. 10 лет первым номером юниоркского рейтинга по России, и, если что, ты не в курсе, да? Ну, если ты второй, он уходит по России, да, он уходит, и, получается, освобождается первая, ты становишься этим человеком. Нет, пойди, смотри, сейчас ты же там 70... 71-й. Что-то такое, Ярослав в свое время, два года назад он стоял 700 какой-то, год назад он стоял 100 какой-то, то есть ты все равно выше по его стопам идешь. Не накачивай, не любит внимания. Да, в смысле, ты видел его удар. У него нормально все, у него все с головой хорошо. Ты что, у него вообще все прекрасно будет. Вот так... Про продвижение, я про продвижение говорю. Вот так и давление давлеет. Давление давлеет, понимаешь? Так игроки в какой-то момент зажимаются. Видишь, моя психология, что... То есть к этому ты все равно будешь так или иначе привыкать. Это давление, которое на тебе будет, оно будет повышаться, и количество зрителей будет увеличиваться тоже с каждым матчем, с каждым подобным турниром. Рано или поздно ты с этим столкнешься. Короче, к первому номеру готов ты? Ну, мы тебя бы сейчас здесь подготовили, ты узнал об этом. Ну, до 17 я и так, первый стоит так, что... Ну, разно там... Супер. Да, в принципе, готов. Слушай, а турнир Большого шлема, ты говоришь, сейчас к Австралии будешь готовиться. Ты играл уже турнир Большого шлема? Нет. Или это будет первый? Первый. Первый. Ну и как ощущения? Ну, хочется попробовать посмотреть, как там люди играют. Там также на взрослые посмотреть. Очень в предвкушении. А в следующем году, получается, планы Австралии. Ты хочешь все попытаться турниры Большого шлема собрать, так сказать, копилочку? Думаю, да, ну, рейтинг, получается, должен попадать, подтверждать очки и играть шлема. Кто кумир у тебя? Вот вообще в мировом теннисе. Есть ли он? Да. Наверное, все-таки Роджер, получается, больше всего был. Так. А сейчас почему-то очень болею за Тейлора Фрица. Вау. Ничего себе, хотя... Нетривиально. Ты, кстати, похож чем-то на Фрица. Тейлора, так сказать. Тоже хорошая подача, да. Мне сегодня показалось Нару на чем-то похожем. Он в бейсболке сегодня играл назад. Не знаю, почему. Вот как-то, знаете, издалека проходя мимо, так вот, краем глаз. Слушай, а что у Фрица? Я про Роджера, по-моему, не спрашивать. Что нравится у Фрица, что особенно. Я не знаю, просто как-то в начале этого года или в конце предыдущего почему-то начал прям интересоваться, как он играет, получить смотреть на его игру. Ты Netflix посмотрел? Нет, не смотрел. Сериалы, может быть, поэтому как-то... Или просто подругу подписываем на эту, на Морган Риддл? Нет, ничто из этого. Я еще хотел отметить, у тебя, по-моему, очень нестандартная форма внешняя для 16-летнего игрока. У тебя ноги, я не знаю, как у Карлоса Алькараса. Ты приседаешь специально, просто отдельно. Что происходит? Папа, что происходит? С ногами. Да, почему ноги такие... Работаете, да? Что ты засмущал человека? Работает. Папа говорит, работаем. Просто вчера по Эрмитажу ходили. Я просто навязываюсь в тренажерный зал пойти вместе, если что. Вот, давайте. Я готов. Это Каратцева. Да. Еще момент тоже. Это хорошо петь. Хочу продолжить историю, которую Соня начала. Чуть-чуть больше просто про тебя узнать. Твое главное увлечение помимо тенниса вообще. Вот если бы ты мог целый день провести, делая что-то, но не теннис, чтобы это было. Просто лежал бы у Элины на кровати. Да блин, нет, я не знаю, там PlayStation. Просто в игры с другом поиграл, наверное. Тип-топ, какие? В PUBG какой-нибудь. Да, PUBG любишь? Да, играем. А ты с Дани Медведевым когда-нибудь играл по... Нет. По компьютеру. По компьютеру, нет. А что это сейчас? Что за игра, которую ты назвал? PUBG. PUBG Mobile. Мы в мобильный играем. А, в PUBG? В телефоне? Я на планшете. Я понимаю, о чем речь сейчас. PUBG. Да, это игра, когда там много игроков загружается на сервер, и кто последний выживет, тот и выиграл. То есть там... Ну, это стрелялка, как типа Counter-Strike, но на многом... Мы думали, ты бы скажешь, человек и весь день бы гулял по Эрмитажу. То есть у тебя нет времени, чтобы сидеть... То есть ты по телефону, ты не любишь, чтобы мышку, то это компьютер, все не оно, да? В чем они говорят? Нет. Просто нет компьютера, не задумывалось. Нет компьютера. Пап, что происходит? Папа молодец. Папа занимается теннисом с ребенком. Папа супер. А то есть ему надо что-то выиграть, чтобы он компьютер получил, да, я понимаю? Стоит человек, выясняет что-то про компьютер, ну, возьми, подари свой планшет. Там на нем тоже можно играть. А так как раз папа мобайл, он будет там играть на нем. Ну, да. Ладно, ничего. Но на хобби все равно время есть, вот так вот, если что-то... Ну, почти каждый день могу это делать. Прихожу с тренировки в свободное время много. Учиться бы, конечно, получше. Тогда папу сейчас посмотрел, на маму точнее, да, и потом... Ну, вот учиться. А мы учимся, да? Пытаемся, да? Типа, типа. Чего плохо совсем идет? Десят. А, ну, ты еще один. Более-менее вроде. Нет, что плохо идет, а что более-менее. Ну, физра, хорошо? Еще что? Да, мы просто интернетом все списываем. Мы не паримся. Все, я думаю, что мы больше задерживать не будем Егора. Потрясающее выступление тоже вот открываем для себя и будем надеяться, что мы с тобой останемся на связи. Ты будешь нам, куда бы ты ни поехал, с разрешения, естественно, родителей присылать нам кружочки информацию по тому, что происходит у тебя. Кружочки любим? Так, нечасто записываю. Серьезно, что же происходит? А в чем? Нечасто записываю, просто у меня нет мобильного телефона. Игорь, давай сейчас кружочек запишем. Мы сейчас тебя научим, смотри, вот кружочек. Давай, давай, вот Сань, ты с ним это и организуешь. Я думаю, что Егор умеет записывать, просто он не любит это делать. Смотри, это кружочек. Да, да, ну я понимаю, да. Знаешь, да, что это такое? Можно обратиться к нашим подписчикам прямо сейчас здесь, с прямого эфира? Давай. Всем привет, смотрите, все эфиры больше на Ютубе, ВК, где только можно. И Телеграме. И Телеграм обязательно, конечно. Подписывайтесь на канал и смотрите все новости. И во что играть нужно? Во что играть нужно? В PUBG Mobile. А ты сам подпишешься? А я подписан. О, класс, все. Я сейчас сидел, тоже смотрел публикации, вот последние больше. Молодец. Если встретишь Мышкину, научи ее подписываться. Все, друзья, мы продолжаем эфир, так что давайте, свайп там, лайк или что там, короче. Свайп не надо, нет, свайп не надо. Нет, свайп не надо. ПБК вот это все, да. Накидайте реакции. Накидайте реакции. Самое главное, да, Любович. Сердечки. Все, класс. Надо говорить, накидайте реакции. Спасибо большое. Я запомню тоже. Спасибо. Егор Пляшистов, один из лучших молодых игроков. Это типа, нет. Егор, один из лучших молодых игроков в России. Будем надеяться, что ты продолжишь расти. Мы за тобой будем супер на это следить. Спасибо тебе большое за то, что ты такой хороший, открытый. Спасибо за тебя. И большой молодец. Спасибо и удачи в Австралии, конечно. Папа, держимся на связи. Давайте, удачи, вы молодцы. Мама, ванлав, мамуля. Наша студия продолжает работу. Супер неожиданное включение нас ждет через, я надеюсь, 15 минут. Так что никуда не уходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.